Всем привет! Сегодня мы перемещаемся в данж под названием Логова клыка и в данном случае финальный босс Турвакун. Я прошел довольно-таки большое количество данжей в соло, все они были там от самых слабых до довольно-таки сильных и вот данный данж Логова клыка, наверное, является самым сложным и технически по выполнению, скажем так, а именно на хэме, то есть речь о хардмоде ласта Турвакуна. Хочу вам показать мою попытку, одну из попыток, скажем, да, она по итогу неудачная, но именно там был косяк, ну, по конце вы видите, там ворот не сработал и, соответственно, просто фейл. Но по большому счету, насколько вот сложный контент по прохождению, прям гиперсложный, скажем так. Вот сейчас посмотрим, буду немножко комментировать по ситуации, что делаю и так далее, как это все происходит. Вот, в общем, с моими комментариями доз. Звук будет немножко ниже, потому что мы в этот момент общались в дискорде, как бы это был тестовые попытки, то есть я не планировал это видео выпускать свет, но не знаю, пока, когда у меня будет вдохновение вернуть сюда и пройти его, соответственно, еще раз по ветеранке, что, в принципе, для меня эта задача выполнима, просто нужно больше попыток, пока, скажем так, времени не позволяет. А без хэма я его прошел, попытка тоже будет в дальнейшем видео, но сейчас именно поговорим о хэме, то есть насколько реально, ну, пройти его, скажем так, в соло. И поехали. У нас такой дракон, тут куча механик разных, то есть вот сам дракон есть получается костяной и маг. В этом данже максимальное количество урона, которое в меня вливается, то есть вот сильнее, чем здесь, меня не били нигде. Тут несколько механик, которые шотят, то есть периодически этот маг будет приземляться и давать какую-то постоянную атаку, в общем, во всю группу, если группа. Дракон выкидывает жуков, которые сейчас были, и кидает пятно в центр, в это пятно наступать нельзя, плюс вот такая ОЕшка у него. Вот ОЕшка не смертельная, вот скоробеи, то есть их только доджить, и они вешают дебаф, то есть прям их все подпускать вообще нельзя, они моментально убивают. Баг появился в ОЕшке, то есть поиски скинуть не могу, проблема. То есть куча-куча урона просто на хп, как они, то есть, гуляют, хотя я постоянно на щитах, то есть это, конечно, вообще жесть. В то пятно тоже заходить нельзя, потому что прям шотит. Не шотит, но очень быстро убивает. Плюс это, по мини всей этой механики, будут еще механики добавляться, то есть мы видим скоробей, пятно, ОЕшки, маг. То есть пока вот эти все механики. Вот пошла следующая механика. Маг, вокруг нас четыре кристалла, маг активирует первый кристалл. На хм с этого кристалла вылазит костяной колосс. То есть его атаки тоже шотят, соответственно, одна атака у него шотит. Вот сейчас она будет стук костей, соответственно, от нее надо дожиться. То есть помине всего прочего, добавляется еще кристалл, который надо убить. Почему убить надо его быстро? Потому что если я его не беру быстро, у меня появляется второй колосс. И, соответственно, убить надо колоссом. То есть это в соло-прохождении самое сложное для меня было именно убить четыре кристалла без ошибок. То есть были несколько попыток, я даже один кристалл поначалу не мог убить, потому что не понимал, как это вообще возможно, это все вытанковать. Плюс постоянно скоробей. Вот сейчас они увернулся. Один кристалл убил, соответственно, еще и три кристалла. Опять же, мы не забываем, что падают, идут скоробей, прилетает маг. Маг постоянно дамажит, даже сверху дамажит. Периодически накидывает. И вот так он, когда приземляется, по сути, я до него не успеваю добегать, просто переживаю. И вот он сверху, по мне, петербургически накидывает. Опять скоробей. Стоит мне не увернуться от скоробей, будет шот. По итогу я этот данж залью именно... У меня не получится кувырнуться от скоробей. То есть там хп гуляют туда-сюда. Это вообще жесть, конечно. Вот второй кристалл активировался, я про профтк, уже колосс, мобы появились, маг появился. То есть тут все вообще в одно. Я сейчас за мной скоробей бегу. То есть это вообще жесть. Чуть не помер. Короче, настолько динамичное прохождение данжа, что просто жесть на самом деле. Поэтому не успевая себя убить одного колосса, точнее кристалл. То есть какое-то время появляется второй колосс. В данном случае вот у меня уже будет два колосса. Там будут такие моменты, когда у меня будет сразу два колосса. Или одного я убил. Ну вот, скоробей, колосс, кувырки. Все это надо контролить по стаймине, по мане. Поэтому стрик здесь, конечно, зашел вообще идеально. То есть именно на сорке. Маг пуляет еще параллельно. Коробей в маг. Короче, это жесть на самом деле. То есть технически... Я не знаю, на ком еще возможно выполнить подобные такие действия, скажем, кроме как на сорке. По мне так практически невозможно. Теоретически может быть да, но практически я не представляю. Но сорком я могу пройти это соло, в принципе. Но я почти прошел на самом деле. Самое сложное для меня для соло, это вот убить, вот эту стадию с кристаллами пережить. Она для меня самая сложная. Вот сейчас смотрите какой момент будет. Колосс. Соответственно, ну по мини дракона, мага. Вот еще и скоробей на мне. Все это разом. Еще и маг пуляет, вон если заметите. Вон по кд. Сейчас я не успел добить кристалл. И появляется новый колосс. То есть это вообще... Тут я немножко бы тернулся там, но не слышно. Ладно, именно в игре. Потому что жесть. Ну вот остался последний кристалл. Потом будет добавляться еще одна механика вместо кристаллов. Тоже очень интересная механика. Она такая довольно-таки легкая, легкопроходимая. То есть, в принципе, для меня для соло как бы прохождения была самая сложная механика. Это именно вот кристаллы. Вот репортал, наверное, закрыл, комментирую. Урона вливается очень-очень много. Вот последний кристалл. Вот скоробей. А кувырок только сделал. Опять кувырок надо сделать. Тут вот стрик идеально подошел. Сейчас закрою портал, начнется данного. То есть, тут конкретно на этом видео 7 минут пота. Ну где-то, наверное, данного босса можно убить минут за 15. Потому что там у него вторая еще стадия будет. То есть, вот после всех этих, скажем так, прохождений, начнется новая механика. А, вот у меня второй еще колосс вылез. То есть, я не успел как убить портал. Вот, так что интересно все, любопытно. После того, как я, соответственно, спущу портал и закрыл, будет новая механика. Сейчас видите, будут идти призраки. Такие стена призраков, которых надо будет, скажем так, прятаться от них. Ну, либо стрик помогает через них проскакивать. Вон маг упал. Вот появляется стена призраков. То есть, они во всю стену будут идти. В данном случае стрик помогает вот сквозь них как бы пролетать. А по механике вообще проходится по-другому. Сейчас покажу, где-то будет видно это на одном из фрагментов. То есть, ну, данная механика уже несложна. То есть, тут, в принципе, легче стало. Никаких порталов нету, никаких колоссов нету. Спокойненько бей босса, убивай. Ну, то есть, ничего сложного. То есть, и было, было намного сложнее. Сейчас будет момент. Вот где-то здесь, по-моему, будет видно. Да, вот появляется стена. Вот, нас появился товарищ. Вот он, вот он бежит, как раз товарищ. Он делает стенку такую, за которой можно прятаться. Да, вот она. Соответственно, как бы она разрушает призраков, и за ней можно прятаться. Что будет дальше? У нас, получается, будет такая тематика. То есть, сейчас я его убью до... Ну, как бы, сейчас я его не убью, конечно, но вообще по логике вещей. Если я убиваю его до 0%, он объединяется с магом, и продолжается вторая стадия. У него, по-моему, будет, примерно 3 миллионов хп, и будет новая, как бы, вообще новая стадия. Там будет такая механика, что эти призраки будут идти не сплошной стеной, а типа с дырками. Стена дырявая. Соответственно, они будут рандомно с разной стороны появляться. Моя задача, соответственно, также спокойненько через них стригаться, ну, либо стоять в этой дырке, в которой можно, ну, как бы, выжить. То есть, когда группы без стрика, они спокойненько это переживают, ну, в дырках. Мы этого не увидим на вид, потому что до этой стадии не ряду. Умру чуть пораньше. И будут периодически появляться колоссы. То есть, в принципе, механика легче, чем то, что было чуть ранее. С пологики вещей данных проходимый. Если бы я вот, я буквально скоро уже ошибусь сильно. Ну, как ошибусь? Тупо не пройдет у ворот. Хотя там все было фулово. Это, в принципе, самое сложное, что можно было, я уже прошел. Все остальное легче значительно. Уже домах не такой вливается, все легче. Вот получается такая тема. Вот, да, сейчас я умру. То есть, 29 процентов. Буквально вот сейчас. Вот, он кидает меня с корабеев. Я это прекрасно вижу. У меня фуловые ресурсы, фуловые хп-шки. И у меня не срабатывает корок. Я, как бы, упал. Они шотят меня. То есть, в принципе, данных проходимый. Я, наверное, когда-нибудь это сделаю. Но, не знаю, может, и не буду делать. В принципе, для себя я задачу, как бы, вижу выполнимой. Вот. А сейчас покажу, как это проходится изично. Без хаб-мода будет то же самое видео. Так что, приятного просмотра. Собственно, вот попытка. Это уже без хм. У меня уже не 6 миллионов хп, а 4. И просто посмотреть, насколько легче вообще это проходится. То есть, насколько вообще. Какая разница. То есть, я от него не бегаю практически. Да, с корабей появляется. Но это уже один с корабей. Не так критично. Да, по сути, было два. Не важно. То есть, тут не самое сложное. Это с корабей. Маг стрелять слабее. По сути, все-все-все то же самое. За исключением, что не будут появляться колоссы. Вот из-за кристаллов. Они будут появляться? Да, у меня появятся. Если кристалл не успевает шубить быстро. То есть, в соло нанести тот ДПС, который необходим для уничтожения, не всегда мне хватало. У меня не всегда ульта откатывалась. То есть, не хватает до заряда ульты. Без ульты пробивать кристалл не хватает. Сейчас увидите, появится колосс. Но в группе проблем нет. Обычно без хм. Они довольно-таки легко убивают кристалл быстрее, чем вот опять летит на кристалл. Так, сейчас руку я немножко убавлю. Вот появляется кристалл. Соответственно, группа легко убивает довольно-таки. То есть, тут все проще. Эти хп не падают практически. То есть, язично довольно-таки. То есть, в соло, но на самом деле, ну, я не знаю. Ну, вот насколько, как бы, очень показательный данж для тех, кто обычно меня спрашивает, зачем тебе кольцо бледного ордена? Усорка и так хороший отхил. Ребят, вот, вот убедил, вот для чего нужно кольцо. У нас вот показательный пример, насколько кольцо решает, насколько оно дает именно выживаемость. То есть, лучшего примера вы не найдете в этой игре. Вообще, оправдание существования кольцо. Понятно, что такой контент. Нет смысла проходить в соло, но мне есть. Мне это нравится. Мне эти сложности нужны. Мне не хватает сложности в этой игре. Поэтому, тем более, контент с каждым годом становится все легче и легче. А я хочу сложнее и сложнее. Поэтому ищу способы, скажем так, усовершенствования, усложнения своей игры, скажем так. Ну и, соответственно, повышение своей скилла. Опять же, чем сложнее контент, тем больше вариаций в плане поиска, изменение билда, делать его еще лучше, живучее, сильнее и так далее. То есть, пока что данный билд справляется с поставленными задачами. Как только я встречу задачу, которую я не смогу выполнить в Соляново, да, либо пойму сразу, что и невозможно выполнить Соляново, либо я подумаю, вот у меня появился кого-то. Либо я буду искать возможности его прохождения в плане изменения билда. Ну, в плане более сильную сторону. Сорка, конечно, здесь огромное преимущество. То, что он может легко эту стену катить путем стрика. На самом деле, это, ну, чеческая тема, да. На арене в это шрам, к примеру, тоже сорки легко выходят из ниточки, а на ласт боссе. Вот здесь то же самое. Такая здесь и на призраков. Ну, по сути, вся механик тоже, здесь ДПС чуть поменьше вливается. Но на второй фазе будет легче. То есть, не будет колоссов, но что-то еще не будет. Сейчас посмотрим. Я уже не помню. В остальном вот. То есть, здесь уже ДПС такой средненький. То есть, недавно проходил я замок шипов получается. То есть, не ХМ. То, что замок шипов, там ХМ. Вот так пройти, ну, невозможно. Там слишком. Там даже лайт атака убивает. То есть, просто шотит меня лайт атака. Не ХМ. Замок шипов там уже ничего меня не шотит. Поэтому довольно-таки спокойно получается его пройти. Единственное, на последней фазе, на фазе добивания, она прям ПКД меня лупит. Ну, кто видел, да, видел, поймет. Видит, насколько там хороший ДПС вливается. То есть, но как начал проходить данный данж. Вот техническое выполнение данный данж намного сложнее. Намного интереснее для меня. Вот проходит в тоннадном режиме так. Без всяких стриков. Встал за стенку, проскочил и так далее. То есть, группы проходят легко. А также будет еще тематика. Да, здесь она тоже будет во второй фазе. Что здесь, что в ХМ. Чем отличие получается ХМ от не ХМ? Сейчас увидите. А, ну, опять же, здесь маг не спамит. Да, здесь маг не прилетает, не спамит. Первое отличие. На одного скоробей меньше. Соответственно, ДПС чуть меньше. То есть, вот у меня стена призраков. Я в другой конце карты. Стрик. Я прошел. Окей. Тонулся, отхилялся. Все отлично. Изично. А вот получилась вторая стадия. Они с магом объединились. Вот. Теперь как бы маг уже от него спамят. Но это уже не критично и не смертельно. Также скоробей катим. Кайтим. Вот. Здесь появляется такая фаза. Вот дракон убегает, получается, в одну сторону. Сторон. И взлетает. В этот момент у нас зажигается круг, который нас, ну, в ближайшее время должен убить. То есть, если мы на нормале, то он, по-моему, не шотил. Он на нормале, говорю. Без ХМ и он вроде бы не шотит. Не помню точно. Ну, вроде. Можете шутить. Ладно. Не суть. Задача наша вот такие появляются золотые круги. Вот они. Раз, два, три. Четыре должно быть. То есть, на каждую в группе. То есть, подбегаешь, круг взял, все. Ты уже не умрешь. Обычно проблема, когда пати из четырех человек, всегда кто-то не находит свой круг. Ну, то есть, это прям стабильная схема. Поэтому этот данж проходить выгоднее, ну, удобнее, там, вдвоем, втроем. Намного проще. Также на ХМ разница. Ну, на ХМ та же самая ситуация. Тоже эти золотые круги. Все так же их берешь. То есть, помимо всего прочего, у нас еще ходят, появляются иногда костные эти титаны. То есть, они постоянно появляются. У них, видимо, есть какой-то тайминг. То есть, каждый может быть 10% ХП. Я уж точно не могу сказать. Но они появляются. Но я не вижу в этот пор большой проблемы. Их довольно-таки легко кайтить и убить. Единственное еще отличие. Вот на ХМ начинают ходить призраки. То есть, здесь этих призраков нету. Поэтому, ну, особо сложности нету. То есть, я вот оглядываюсь постоянно, пытаюсь понять. Они будут, не будут появляться. Но, в итоге, вот. То есть, и ветеранку можно довольно-таки... О, ветеранку говорю. У ХМ довольно-таки легко можно пройти. Единственное, что вот эти мобики еще появляются. Но они и там, и там появляются. И пытаются нас обездвижить. Периодически это, да, может, конечно, нарушить нашу, там, нашу выживаемость, скажем, подвергнуть опасности. Вот он опять сейчас будет взлетать. Вот опять круг. Вот желтый раз взял. Все. Продолжаешь бой. Ну, по сути, вот втыкаешь. Остальным босс очень интересный. Данж очень динамичный. Особенно на ХМ. Мы прямо, когда проходили, весело было. То есть, я еще тогда понял, что его можно соло пройти. Мы спокойненько вдвоем его проходили. То есть, излично. С танком это вообще проходится, ну, на изи. То есть, если танк на себе все это держит, весь урон в танка, как бы, а не в тебя. Твоя задача просто не умирать, как бы, от призраков, по сути, да, и убивать колоссов. Ну, то есть, легко. Поэтому... Так что, вот насколько просто хорош Сорг именно адаптивен под ситуацию, практически под любую. Ну, как бы, не перестану хвалить. Вот. Безумно, безумно хороший персонаж. Да, он в моем делде не самый ДПСный, но, по сути, здесь ДПС не решает. В данной схеме мы имеем именно техническую составляющую и возможности персонажа. То есть, тот же стрик нам дает очень хорошее преимущество. Так же, как, наверное, у Найтблейна возможны тени, да, телепортация. У нас то же самое. Ну, и, соответственно, выживаемость, критический прилив сил. Наша ахилка — это, наверное, основная лучшая ахилка в игре, на мой взгляд, в плане ДД-шек. Да и то, что мой маг мана, да, у нас есть щиты. И без щитов, конечно, такие данжи пройти. То есть, ни один стаминщик, в принципе, такой данж даже не сможет. Ну, на мой взгляд, я, кажется, стаминщиков не играю, но анализирую ситуацию и знаю, там, как играют стаминщики, какие скиллы у них примерно есть. Я считаю, что стаминщикам эта задача не по себе. Ну, примерно так он проходится довольно-таки легко. То есть, не хм, это просто, ну, язично. Поэтому, ладно. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо большое. Пока-пока.